По поводу ситуации на данный момент времени, которая развивается в районе по профилактике коронавирусной инфекции, я хочу сказать, что совместными бригадами, специалистами Роспотребнадзора, специалистами больницы, специалистами МВД, специалистами администрации каждого поселения, по спискам, которые нам предоставили граждан, которые уехали на территорию Кашхабульского района, к каждому из обследованных, были вручены памятки, и тогда памятки вручаются всем, которые проводят беседы с нашими специалистами. Что хочу сказать по профилактике именно этой коронавирусной инфекции. То есть граждане, которых мы оповещали, естественно, они должны находиться в семье в карантине, ни в коем случае не выходить за пределы двора, потому что в данном случае предусмотрена даже административная ответственность, то есть составляются протоколы за невыполнение режима. Что хочу сказать для остальных граждан. Эта инфекция очень сильно вирулентна и воздействует на ослабленные организмы. Тоже в группу риска попадают люди пожилого и преклонного возраста, также люди, имеющие какие-то различные хронические заболевания, у которых просто сильно ослаблена иммунная система организма. Ну, эта инфекция, как вы знаете, по всем средствам массовой информации, переносится воздушно-капельным путем, поэтому желательно применять хоть какие-то меры защиты маски. Ну, понятно, что сейчас в аптеках не везде них есть, но я думаю, в ближайшее время их дефицит будет устранен на уровне всей страны. Что еще хочу сказать по профилактике коронавирусной инфекции. Постарайтесь как можно реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь, повторяюсь, общественным трансплиттером, особенно в час пик. Сократите посещение магазинов, торговых центров, банков. Попросите своих близких и сотрудников социальной помощи с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов и необходимых товаров дистанционно. Это касается людей, которым за 60, чтобы они как можно меньше контактировали. Во всех организациях тоже нашими специалистами доведено, там через каждые три часа проводят, во всех магазинах больших, и не только больших и маленьких, должны проводиться дезинфекционные мероприятия. То есть протираться ручки, ну, то есть дезинфицирующими средствами. Что еще хочется сказать по поводу тех людей, которые остались все-таки на рабочих местах. На рабочих местах тоже рекомендуется пользоваться именно защитными масками, не обедать на рабочих местах, а обедать обязательно в отведенном для этого месте. Если ваши близкие вернулись из-за границы, и у них появились признаки простуды, ограничьте с ними контакт, настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Это поможет сохранить здоровье вас и ваших родных. Ну, чаще мойте руки с мылом. Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо, не только в связи с простудными признаками, но и с другими проблемами, например, давлением, не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. Если вы заболели простудой, и среди ваших близких люди выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию. Берегите себя и будьте здоровы.